Увидеть сразу три курорта и главные олимпийские объекты горного кластера можно только во время подъема или спуска на канатной дороге, кабины которой рассчитаны на 30 человек. Это Триеско. Прокатиться на ней можно вверх от станции Альпика или вниз от горного приюта Пихтовой. Во время Олимпиады только за один день эта канатная дорога перевозила до 28 тысяч человек. Всего за период проведения зимних игр ее пассажирами стали 300 тысяч человек. Население целого города. Триеско – настоящая рекордсменка. Среди канатных дорог в своей категории это самая длинная канатная дорога в мире. Протяженность маршрута Триески в одну сторону почти 5,5 километров. То есть, если вы проедете на Триеске в обе стороны, то преодолеете расстояние в 11 километров. Подъем или спуск на Триеске похож на полет кавказских птиц, потому что вы находитесь на максимальной высоте. Расстояние от земли до кабинки у третьей опоры достигает 180 метров. Вы парите над горами на высоте 65-этажного дома. Ощущение полета на этой канатной дороге создано благодаря сложной технической конструкции Триески. Кабинки передвигаются на трех канатах. Отсюда и название – Три-Эс. В отличие от обычных канатных дорог с большим количеством опор, Триеско держится всего на пяти опорах. Сложные многотонные опоры, словно эйфелевы башни в горах. Триеско – это гулливер в мире обычных канатных дорог. Только представьте, каждая кабина Триески весит больше трех тонн и может поднять вес больше двух тонн. Но огромные панорамные окна придают этой канатной дороге легкий образ. Триеско движется Триеско со скоростью 8,5 метров в секунду, почти 31 километр в час. А какая красота открывается вокруг во время подъема. С юга-запада на юго-восток открывается панорамный вид на Аибгинский хребет. Вершина Аибга с пиками каменный столб – черная пирамида. А с другой стороны – Аишхо, Чугуш, Асара, Джимарук, гора Воробьева и хребет Дитаку.